Счетная палата 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 И здания уничтожаются. Они не востребованы ни под реализацию, ни под прописку. И они сейчас лежат, пожарную безопасность нарушают. Вот так, как обои, выложены вот эти пачки нереализованной продукции, которая нами с вами оплачивается. Следовательно, неэффективные расходы в сумме 2 миллиона 643 тысячи рублей зафиксированы вот этой нереализацией. То есть на 2 миллиона 643 тысячи это составляет 33,4% нереализованной продукции. Да. Установлен факт оказания информационных услуг в 2018 году заказчику Ачинской типографии на сумму 934 тысячи рублей, которые вообще фактически не подтвердились. Сейчас я вам это расскажу в очень интересном моменте, секундочку. То есть на 990 тысяч был заказ, перечислили в Ачинскую типографию на 990 тысяч. Они им разместили рекламу Ачинской типографии на 55 тысяч. 934 тысячи это просто чистейший откат, который ничем не подтвердился и ничем, я считаю, это были просто отмывка денег почти миллион рублей в 2017 году. Ну это положение, но это фактически вот в этом говорят. То есть об этом надо было разбираться правоохранительным органам, на что они согласились. То есть я вот этот отчет передаю, если он у вас где-то затерялся, пожалуйста. У меня он есть. Вы знаете, мне просто сложно, вы говорите, мне очень сложно вести диалог, потому что вы друг другу передаете эстафету, я не могу еще ответить предыдущему, да, вот, оратору. А я бы хотела, вы знаете, я бы тоже, мне в принципе тоже есть что сказать. Я хочу сказать еще там, в том числе про отчет, который вы говорите. Мы же собирались, после того, как отчет этот был, либо в конце декабря, либо в начале января 2020 года мы собирались на комиссию, обсуждали, администрация высказала свою позицию, тем, что она не согласна с выводами счетной палаты. Я хочу обратить внимание, счетная палата не выдала никакого предписания по возврату денежных средств. То есть не было установлено факта нецелевого использования денежных средств. И вы тоже, как юрист, как адвокат, тоже знаете, что в случае нецелевого использования выдается предписание, и эти деньги подлежат возврату бюджета. Счетная палата этот документ не выдала. То есть, проанализировав документы, которые они были, они не смогли с достоверностью установить, куда пошли деньги. Но то, что они не пошли нецелевым образом, счетная палата этого тоже не смогла установить. И это также содержится в выводах. Счетная палата, это следственный комитет, понимаете? А правоохранительным органам не дали разбираться ввиду отсутствия заявления. Я разговаривал с счетной палатой и с обопленниками разговаривал на эту тему. Они говорят, да разговора нет, мы понимаем, что частное предприятие, которое оплатило газету 900 с лишним тысяч якобы за рекламу, а воспользовалось всего на 50 и 940 простилок, ну это бред. Ачинская газета объявляет в конкурс, кто будет печатать ее газету. Выигрывает, как всегда, один заказчик, Витя Германов, Ачинская программия, ООО. Ему поступают деньги в сумме, по-моему, 5 миллионов там с копейками. И потом миллион, тут же было установлено обопниками, перечисляется в виде оплаты за рекламу Ачинской газете. Но, когда проверили всю газету за этот год, рекламы там было всего на 50 тысяч рублей. Согласно расценок Ачинской газеты. Вот и все. Ачинская, то есть типография здесь получается пострадавшая сторона ваших слов? Ну, как бы да. Так это как бы типография, это частная организация. Они решают, прощают они другие или нет. Я не предалага, понимаете, а мы все здесь дураки, ничего не понимаем. Нет, мы не говорим о бюджетных правотношениях. Скорее, да. Выполнение работ соответствует? Соответствует. Вот это за высшим шрифт, а за высшим шрифт это уже другое. Нет, это когда, можем ли мы нести ограничения по шрифту и какие-то ограничения дополнительно к нашим... Нет, давайте, смотрите, ограничения, скорее всего, мы никакие не можем нести. Но наши предложения, наверное, все-таки расформулировать можем. Да, а потом уже, если мы сможем внести ограничения по вот, как должно быть, выглядеть, чтобы не было этого завышения, по факту оплата будет... С учетом наших предложений, например, Радчинская газета обсчитает, с учетом наших предложений, и если они выйдут на ту сумму, которая нас устроит отбе стороны, ну, наверное, мы согласимся. С нашими вот этими... Да. Надо себе стоимость квадратного сантиметра пересчитать. Понятно, то есть для этого нужно просчитать шрифт, там, расстояние, тираж и все прочее. Ну, опять же, можно, опять же, добавлю. Управление экономики второй год уже нам рассказывает о том, что проводятся расчеты и стоимость одного квадратного сантиметра в Радчинске, одна из самых низких по краю. Четыре, по-моему, четыре тридцать квадратных сантиметра. Вопрос в том, что у вас себестоимость маленькая, но за счет того, что большие обступы или по большей шире обступы, оно идет в увеличение. Вы просто должны с отделом экономики, как должно быть оглавление, какой должен быть обступ. Насколько компактно? Потому что я должна учитать... Олега Валерьевна, я вам скажу так, вот то, что речь о том, что самая низкая цена квадратного сантиметра, если бы это так было, вы поверьте, здесь бы весь край печатался еще в соседней регионы. А все печатаются в другом месте, в том числе новое обеспечивание, у которой 18 тысяч экземпляров. Для того, чтобы это понять, нужно же сделать сравнение, экономическое обоснование, я думаю, что на этом нужно остановиться. Вы еще не взяли те типографии, которые дороже берут, и говорят, вот видите, там дороже. Понятно. Но в любом случае, чему-то мы верить все равно должны не бывать, что все прямо одинаково. Коллеги, все-таки давайте так, сформулируем, да, может Борис Ивановичу поручим, сформулировать предложение, вот по данному вопросу. И сесть за стол переговоров с управлением команды экономики, с редакцией газеты, управлением делами, и все вместе примем какое-то решение, от обоюдного придема. Хорошо? С экономией. Все. Вопросов больше нет? Там еще самое большое было нарушение, вот в этой части, МУПАИ должно было разделять свои деньги и субсидироваться. Ну да, такое было. Только по ним. Они этого не делали на протяжении нескольких лет, чтобы не было видно, куда они идут. Хорошо, мы все учтем, это как раз вот в наших приложениях.